Здравствуйте! Сегодня представляю вам второй диктант из нашего нового цикла диктантов для первого класса, который уже второй, первый цикл, включает 33 диктанта, даже 34, не пронумерован, но не важно. Можете его найти в плейлисте «Диктанты после первого мать для первого класса». А это у нас новый диктант для ребят, которые у меня третий год занимаются. Итак, прошлый диктант мы довольно подробно разбирали, прям вот написали в видео, можете посмотреть его. Диктант номер один «Нью» так написано, да, новый. А этот диктант я уже не хочу подробно разбирать. Практически у всех ребяток он получился очень даже неплохо. Сегодня прямо на уроке все его дописали, поэтому давайте попробуем сами попробовать его написать. Но мы, конечно, в конце его проверим. Мы в до-мажоре пишем диктант, расчерчиваем 4 такта, размер 2 четверти. И мы проходили терции, устойчивые терции, интонацию восходящей и нисходящей терции. Первая, третья ступень. До, ми, ми, до. И третья, пятая. Ми, сло, сло, ми. В наших диктантах теперь больше упор идет на слух, не на модели мелодически, как у нас было в прошлом году, а на постепенное движение, на че, на пивание, да, три ступень, че, а, на слух. Мы сейчас слушаем вверх идет мелодия, вниз идет мелодия. На терцию, то есть через нотку движется мелодия или поступенно. Вот я, ребята, с вами сегодня играла такое упражнение. Я играю вам либо секунду, две ноты подряд, либо терцию. Как определить, секунду я играю или терцию? Если какая-то ступенька лезет между двумя звуками, которые я сыграла, то это терция. Влезла, значит это терция. А тут ничего не лезет. Это значит секунда. То же самое вниз. Та-та-та-та лезет, значит терция. А так? Та-та-та, ничего не лезет, значит это секунда. Вот пытайтесь, всовывается, значит это у нас терция. Нет, значит секунда. Так, теперь давайте сыграем вам дигнат наш. Здесь будут у нас опять интонации терции, секунды. Слушаем внимательно. Раз, два. С чего мы начнем? Да, вначале я предлагаю написать ритм. Ритм очень простой. Здесь у нас только четверти и восьми. Четверти идут по двенадцамах. Восьмые идут по двенадцамах. Ну и играем еще раз. Заканчиваем, конечно же, мы на тонике, да, то есть на нотке до. И начинаем, смотрите, откуда. Тоже начали с первой ступени. И вот думаем, тут у нас секунда или терция. Если, можем ли мы тут запомнить. Начинаем, как будто три звуча хотим допеть. Та-та-та. Или поступим на та-та-та. Вот внимательно слушаем, думаем. А знаешь, куда этот мелодик? Когда ритм у вас уже готов, пожалуйста, пробуйте. Мы узнаем, что мы начали с до, да. А дальше мы... Та-та-та. Можем вставить, да. То есть мы выяснили, что мы начинаем не с секунды, да. Значит, записываем первый этап. Это у нас до и. Вот устойчивая... Не буду дальше говорить, что. Дальше думаем, с какой ноты начинается второй такт. Ниже или выше? Чуть-чуть ниже, да. И дальше куда идем? Знаем, что ниже немножко, чем закончился первый такт. Пишем эту нотку, прям вот горошинкой такой маленькой, да. Закрашенной сразу. И пытаемся за мной мелодическую линию прям вот так вот точечками помечать. Вверх, значит, вверх написали. Вниз и, значит, вниз. Тогда вам будет легче. Прям вот помечайте, куда идет мелодия. А дальше уже будете, когда я буду не играть, можете стили к ним подриснуть. К этим нотам еще раз играем. Так, ну и еще один раз играем для того, чтобы вы себе этот раз ставили несколько раз. Ушком-ушком слушаем диктант для ребят со слухом. Если те диктанты, которые там сгибы были, можно было написать и тем ребятам вычислить их, можно было вычислить, да. То есть здесь вычислить достаточно сложно. Именно ушком слушаем все изгибы мелодии. Чуть выше стало, чуть ниже стало и так далее. Так, последний раз играем. Раз, два. Ну, этот раз вы уже можете ставить себе сколько вам нужно, а мы идем проверить. Так, вот наш Д2ПГ, диктант второй, как зависитная группа, из новых. Эти диктанты уже, как я говорила, не конструктивные, а на слух. Итак, начали мы с ноты до и через нотку. У нас была большая устойчивая терция. Подписываем ступеньки. Да, я, ребят, прошу подписать ступени. Первая, третья, вторая, третья, четвертая, пятая, четвертая, третья, четвертая, третья, первая, да. Начали мы первая, третья, устойчивая, большая терция. До, не, начало тонического трезвучия. Дальше слушаем, что у нас было. Вот у некоторых ребят вначале была ошибка. Они начали до, ми, ми, фа, соль. С нее же, да? А вы внимательно слушайте ухом. До, ми, ре. Ниже чуть-чуть, да? Вот она как бы между ними. Опевание такое получилось второй ступени. До, ми, и от ре мы уже пошли вверх. Ми, фа, еще выше, соль, три нотки вниз. Еще одну ошибочку разберу сейчас, да? Значит, одна девочка, Анечка, у меня написала все хорошо, прекрасно. Только тут соль, фа, ми, ре, ми, до написала вместо фа, ре. Я говорю, одна ошибочка у тебя. Вот посмотри последнюю нотку. Чтобы вам вычистить, где у вас эта ошибочка, если вам учитель сказал, как вам это сделать, пальчиком прям берете и следите. Вот. Я играю, а вы прям пальчиком следите. Я не знаю, получится у меня сейчас или нет. Я одной рукой фотоаппарат держу и ручку. Ну, давайте попробуем. И вот она такая проследила пальчиком. А, здесь фа. Вот. И тогда она узнала, что здесь за нотка, да? Прям каждую-каждую нотку. А вы-то написаете фа, ми, ре. А слышите? Что она идет чуть-чуть выше, да? И тогда вот если вы проследите именно очень-очень внимательно каждую нотку пальчиком, то у вас все получится. Ну, еще один раз давайте, да? Давайте споем его с дирижерами. До, ми, ре, ми, фа. Соль, фа, ми, фа, ми, до. Вот такие у нас уже фигурные красивые диктантики. С несложным пока что ритмом, но мелодия у нас уже такая красивая, волнообразная бывает иногда, да? Ну, все. Желаю вам удачи. Написали мы уже с вами второй диктант.